В наше время так просто порадовать человека, который занимается ютуб-каналом. Всего лишь надо поставить лайк и написать хороший комментарий. И поделиться с друзьями. А ещё, очень приятно, если заглянешь в описание под видео. Приятного просмотра. Посмотрим, работает ли ключ. А, и теперь с помощью тачки я протараню скорую. Серьёзно. А просто прилезть... Ну, хотя ладно. Закрыто. Это реальная королева отверженная? Выглядит недружелюбно. Это она ест трупы, смотри. Или что-то типа того. О, ключик. Я, пожалуй, возьму. Спасибо. Да. Как бы я пойду. Не, походу, всё-таки я остался. Лорелай? Лорелай? Где ты, Лорелай? Я опять в этой комнате? В смысле? А сейчас-то каким хреном? Я же уже вроде как... А может, я вообще всё это время просто тупо сплю? Не, пока нет. Пока не задавайте. Привет, братишка. Лорелай? А как я... А ключ остался, кстати? Иди вниз, я тебя жду. Наверное, бешенство, если я попадусь на том, что открываю эту дверь. Лучше я говорю, попробую попозже. Блин, ну идти к ней, серьёзно? Вы чё, прикалываетесь? Она же меня съест. Это же грибаный дьявол. Ну, не то чтобы съест, но... Не самая хорошая идея так-то, ну. Может, я как-то сбежать смогу, нет? А-а-а. Блудная дочь вернулась. Где-то было так долго. Я не твоя дочь. Но, моя дорогая Лора, разве ты не голодна и не хочешь отдохнуть? Разве я... Разве тебе есть куда идти? Разве тебя не приютило? Разве я не дала тебе возможность вернуть тебя к жизни и ещё раз попробовать отомстить? Я никогда тебя об этом не просила. Да, но ты всё равно всё это получила. И ты просрала всё это. Дэмни, говорит, ещё один шанс, на этот раз я не просру. Я была обманута. Серьёзно? Каким-то сраным алкоголиком. Неужели он смог тебя обмануть? Он тебя обманул? Ну, блин. Неужели твоя маленькая голова не смогла с ним справиться? Слышь. Ну, а в следующий раз я 100% убежу, что он умрёт? Ну, это ещё неизвестно кто. Не официал Манли, это за счёт. Если ты хочешь, чтобы Джон искупил свои грехи, то ты должна убить его. Дай мне ещё один шанс. В этот раз я не просру его. Да. Но я не говорила, что тебе дадут свободу при следующем шансе. Что тебе нужно? Я хочу сыграть с тобой в игру. Я играю в эту игру с собой очень долгое время. Это не так интересно, понимаешь? Когда ты находишься в своих мыслях целую вечность. Но это будет для тебя хорошим уроком о том, как жить. Мне нужен пожертвование. Окей, игра. Я люблю игры. Но для начала тебе надо понять, что делать. Видишь эти свечи? Это человеческие жизни. А если они будут хорошие, то они будут гореть долго. Но иногда они ломаются, и что-то проходит неправильно. Эти три здесь? Они особенные. Первая горит для маленькой Бетани. Маленькая и Надежда. Вторая горит для Зака. Для твоего парня. А третья для тебя. И она не горит. Твой нагонёк погас. Но ты снова можешь его зажечь. Ты ведь уже это делала. Да, я угадаю. Тебе нужно что-то от меня снова. Нет. В этот раз мне ничего не нужно. Я же тебе уже говорила. И в этот раз я хочу тебя попросить... В этот раз я буду гораздо сложнее. Видишь эту маленькую свечку на столе? Подними одну. А какой свечек надо поднять? А, понял. Нет. Лайти топ, Лога Лайп. Лайти топ, что? А, в лампу или что? Подожди, не понял. Что такое лайти топ? Я не очень понял, признаться честно. Зажги, наверное, может быть. Ну, наверное, зажги. Лайти топ, ну да. Наверное, да. Она что-то жизнь воскрешает таким способом. Я зажгла. Давай посмотрим на пламя. Что оно нам скажет? Это и так ты знала, и без этого. Шеф. Его зовут все. Именно так. Так его все зовут. Я не помню его. Нет. Конечно. Это было до того, как ты... Ну, твоя память еще к этому не восстановилась. На самом деле, ты знаешь, что он намного лучше, чем ты думаешь. Почему он? Что такого особого в нем? Ничего особенного. Он просто обычный грустный человек, который любит выпить. Него жизнь спокойная, тихо-медленная. Он пытается изменить ее, но ты... Была его основной ошибкой. В смысле, это она про вот этого чувака, что ли? И какого... Эрт это земля? Ду-ай-ду-за... Чего? Вот этого я не понял. И как я смогу на земле сделать это? Или что-то... Как это перевести? Это я знаю, а это я не знаю. Честно признаюсь, я не знаю, как это перевести. Как бы я понимаю все слова, что здесь написано, но как это сопоставить вместе, я не очень понял. И как я могу на земле это сделать сейчас? Что? Ну ладно, предположим, я выберу этот вариант, потому что этот меня не устраивает, а этот я не очень понял. В общем, как я могу это сделать? Ты будешь его невидимым подарком в жизни. Привидение, которое будет за тобой ходить постоянно. Привидение, которое будет за тобой ходить постоянно. Прошепчи ему это на ухо. Посади семена сомнений в его мысли. Но до этого достаточно для того, чтобы развить дальнейшее... Сломать что-нибудь, в общем, и так далее. Увидимся с тобой после того, как ты это сделаешь. Будь его... Возмездием и заставь его пить снова. Доверься мне. Это будет намного лучше, чем первый раз. Он никогда не будет счастлив и закончит без счастья. А если я этого не сделаю? Жизнь за жизнь, Лора. Я думаю, это хороший... Ну, как бы, взамен на договор, в общем, хороший. Или он заберет Бетани, ты же понимаешь. Ты же не хочешь причинить ей больше... Более. Твой выбор. Ты пожертвуешь жизнью этого человека, или ты оставишь его... Так, чтобы он сам выбрал свою судьбу. Да или нет. Сделаешь алкоголиком. Или дашь ему возможность убирать самому. Ну, так что ты, в общем, говоришь. Возврат, у меня реально получится? Они ждут. Ну, это не ждут. У тебя есть все время мира, чтобы подумать. Сейчас иди в зер... Посмотрись в зеркало моя... В смысле, она назвала меня? Подожди. Теперь иди посмотри в зеркало моя, принцесса отверженных. Это так, что я теперь и есть? Хорошо. Короче, вкратце, для тех, кто не понял, сейчас объясню все, что произошло. С моим немножко кривым переводом. Глава пятая. Принцесса отверженных. Отвергнуть, только хотел сказать, начать. Смотри. Ну, вот я здесь. Но... Что я тут делаю? Следую приказам королевы. А может... Мне лучше помочь этому человеку остаться... Ну, на пути истинным. Блин, я не знаю. Давай вначале посмотрим, что произойдет, а глянемся по сторонам. А теперь смотрите. Поясняю. Плохо перевел? Ну, точнее, не то, что плохо, но поясняю. А теперь просто вникните в этот момент. Это охеренно. Это отчим. Маленький. Он склонен к алкоголизму. Наш отчим, который Беттане мочил. И дьявол предложил вариант. Либо... Отчим хочет бросить пить в этом возрасте. Он хочет бросить пить. И как-то старается исправить свою жизнь. Она идет медленно, хреново, и скатывается в никуда. И он хочет исправиться. И она сказала нам, что мы можем выбирать. Либо мы сделаем так, чтобы... Он склонился к алкоголизму и совсем сдох к херам. И она заберет его жизнь взамен нашей. И тогда у Бетта не будет все хорошо. И у мамы, соответственно, тоже будет все хорошо. Потому что как бы он сдохнет. Либо мы ничего не делаем. И все пойдет по пути своя, в общем. Ну вы поняли. И получается мы отчасти можем стать причиной того, что было. А это, напомню, дьявол. И доверять ей как бы не особо-то можно. Я надеюсь, я правильно объяснился. Точнее, надеюсь, вы все поняли. Вот он уже бухает вовсю. То есть мы можем разбить бутылку, а можем наоборот нашептать ему на ухо. А теперь, я так понимаю, какой-то выбор, который будет сильно влиять на концовку. Слышь, чат, что делаем? Либо мы будем причиной, которая станет началом, и он будет бухать, но при этом мы получим еще один шанс все исправить. Но, честно говоря, я в это ни грамма не верю, потому что, скорее всего, мы опять сдохнем. Даже все-таки дьявол. Так вот, понимаешь, бухает пусть. А то, что он бухает, по факту, он и так бухал. Все это время он бухал. И то, что он бухал, нас сюда и привело. Если так-то подумать. Может быть, изначально мы и были той самой причиной. Все типа идет циклично, знаешь. А мы можем разорвать этот цикличный круг. Я не хочу верить дьяволу. Но, с другой стороны, этот парнишка тоже. Не, я не буду верить дьяволу. Я могла бы легко разбить эту бутылку, но это не так легко сейчас. Слушай, я не знаю. Но тут ничего непонятно. Интересно. Ну, видишь, смотри, просто как логически подумать. Дьявол говорит о том, что человек пытается завязаться алкоголем, и у него это начинает получаться. Нам нужно посеять семена сомнения в его башке, для того, чтобы он снова продолжил пить и встал на этот путь. В таком случае она вернет нам жизнь. Но если подумать логически, он изначально бухал, и именно это и привело нас к тому, что сейчас происходит. А она говорит, что типа вот так вот мы вернем тебе жизнь, и у тебя будет еще один шанс спасти свою Беттани. Ну, сестру. И, возможно, даже маму. А ты же хочешь, типа, мести и так далее, и убить этого чувака, чтобы у него все было херово. Он бухал и не заслуживает нормальной жизни. А сейчас мы можем, грубо говоря, его как бы простить, но пожертвовать собой. Потому что она не даст нам жизнь, если мы сделаем так, что он не будет бухать. Но он будет нормальным человеком, и, возможно, как это вижу я, у нашей мамы будет хорошая семья, и у Беттани будет хорошая семья. Но без нас, скорее всего. А так мы просто получим еще один очередной шанс. Как бы вот я это так вижу, я не могу сказать. Я не думаю, что он почувствует, если я его поалапаю. Что-нибудь происходит? Мне нужно, говорит, батарейки. Такой вот выбор, походу. Слышь, чат, вот такой вот у нас выбор. Батарейки, значит. Это мы в хате нашего отчима. Но он пока еще не наш отчим. Пока еще даже не опустившийся человек. У него даже еды эти. Молоденький. Не то, что у меня. Мне, говорит, еда не нужна. What the fuck, вообще? Еда, может, тебе не нужна. Что с тобой происходит? Карма минус один, в смысле? Да я тут, я же тут ни при чем. Она сама это сделала. Сколько я спал? В смысле, я не ходил? Был бы у меня выбор, я бы его еду не спаливал. Ну ладно, предположим. То есть я делаю все, чтобы он спился, короче. Добро пожаловать на еще одни занятия групповые. Я рад вас всех видеть. Я думаю, что вы знаете о том, что мы будем делать сегодня. У нас новичок, его зовут Ал. Привет, Ал. Че как, братан? Здорово. Йоу. Ты в порядке? Ты как? Мы рады тебя видеть, братик. Слушай, я знаю, что это тяжело, и первый раз куча незнакомцев, но помни, мы, в общем, с тобой, и мы тебя не осудим. Мы, в общем, всегда тебя поддержим, и мы через это пройдем вместе с тобой, потому что мы уже в курсе всего этого дерьма. Ну че, начнем? Роберт, давай ты будешь, короче, первым. Ну, а, он, короче, бухал и был водителем. Он бухал беспробудно. Последний год он разбил машину. Да, я убил двух детей, зашибись. Я убил двух детей, и, в общем, помню их кровь. Теперь приведем к Девине. Она была мамой, которая была полностью дома, ну, типа домохозяйкой. Она пила каждую ночь и забивала детей, которые были в кровати. Это было отвратительно. Но не каждую ночь. И Чарли. Это было, наверное, начать с тебя, Чарли. Ну, че, как... Мет, выпивка, кокаин, понимаете? А, ну я смотрю, что Оли сегодня нету, ну ладно. Надеюсь, что с ним все в порядке. Да, ну, в общем, давай начнем с тебя. Точнее, продолжим с тебя. Группа ждет твоего... Не разоблачения, как сказать, но открытия. Да доверие, короче. Да помню, никто тебя не осудит, и тут все дружелюбные. И мы никогда не скажем тебе выйти из этой комнаты к херам, что бы ты ни сделал, что бы ты ни сказал. Сегодня я готова возложить вас всех. Начинаем. Если ты почувствуешь себя лучше, то ты, в принципе, можешь, в общем, попробовать сказать что-нибудь по поводу происходящего с тобой. Давай. А, то есть она говорит ему... Она, в общем, выбирает его мысли. Ну, то бишь я. Вот таким способом я ему семена эти, грубо говоря, сомнения посылаю. Ладно, я попробую. Ну, давай, пробуй. Вы думаете? Ладно, простите. Меня зовут Ал. И я алкоголик. Думаю, что я алкоголик. Ну, я не уверен еще до конца. Ну, как бы... Как вам сказать? Все бухают. И я просто делаю то, что делают все. Пример. Может быть, я иногда слишком много выпиваю. Ну, типа, бывает, что перебираю через чур частенько, чаще, чем другие. Ты чувствуешь, что это как-то негативно влияет на твою жизнь? Я не буду делать его алкашом. Конечно, но мне, в принципе, хочется же повеселиться иногда. They all made the same mistake. Это была большая ошибка, я это понимаю. They don't need... Вы нихера не поможете, пошли в жопу. Значит, первое выбираю. They all made the same mistakes. They'll understand. They all made the same mistakes. Я что-то потеряю. Кого-то. Ты хочешь рассказать про эту персону? Ну, про этого человека. Это не ваше дело, пошли в жопу. Stay out loud. Just tell them the fuck off. Так, нет, это точно не то. That's really not business. Блин, так, подожди, а тут что особо? You have come to this bar, might as well say the out loud. О, бля, тут прям... Чтоб не сделать алкашом, братан, потеть. Приходится, знаешь ли. Just tell them the fuck off. The whole thing... Нет, это точно не то. That's really not. Чем вот это от этого отличается, по факту? То есть, пошли вы в задницу, и это не ваше дело, воздушно шумите, или типа, это не ваше дело? Ну, я даже не знаю, что за то более мягкое, ну, давай, отец. Это ведь не ваше дело, а то, правда? Нет. Точнее, это ваше не интересует. Это лучшее что-то было. Не, подожди, говорит, мне мозги. Я не хочу об этом говорить. Ладно. Ну, не хочешь, так не хочешь, собственно говоря. Я думаю, что, наверное, для первого раза это неплохо. Спасибо за то, что поделился. Спасибо. Да нормально. Ну, пойдем дальше. Посмотрим, кто что еще скажет. Кто хочет начать? Я хочу. В смысле, карма минус один? Я старался, его, между прочим, нормально по... Походу, то, чтобы я не выбрал... Я же наоборот нормально, она даже сказала, что хорошо для первого раза. А как? А что там надо было выбирать, чтобы... Ой, все, не покупай бухло. Или я никак не могу ему помочь, в принципе. Как я могу вам помочь? Короче, какие-то сигареты. Да, конечно. Батарейки и... Брансонс? Так в смысле? Ну, блин, ну не надо вина, ну, блин, ну, слышь, ну... Да это ему же сигареты, пускай он сваливает, ну, блин. Простите, говорит, я новичок. Ничего страшного. Пнуть его, дроп инзе флор, скинуть? Лив. О, котя. Она пришла на предыдущую неделю и решила остаться. Она каждый раз запрыгивает сюда и составляет мне компанию. Я, наверное, вообще ничего не буду делать. Вы любите котов? Да, конечно. У меня был кот когда-то. У меня... Я его кормил едой из какой-то там клетки. Пускай он болтает с этой девчонкой, может, он с ней подошелся. Я кошать не читаю. А он собачник, в общем. Мы, наверное, станем врагами, я думаю. Я не думаю, что все настолько жестоко. Возможно, но... Вы знаете... Иногда котам можно доверить то, что не доверишь обычным людям. Ну, рискните. Может быть, что вы теряете, в конце концов? Типа, доверите мне. Ну, я думаю, что ничего. А, про птицы, она что-то говорила, про воронов и так далее. Птицы, я, говорит, ненавижу ворона. А, вот они. Сигареты, нашла. Он ведь не купил алкоху. Эй, вообще-то меня зовут Алл. И... Увидимся завтра, надеюсь. Когда я приду за новой упаковкой сигарет. Увидимся завтра, Алл. Мы делаем хорошее дело. Наверное. Ну, сейчас-то точно, блин, хорошее? Может, вообще надо было молчать? Я не знаю. Наверное, от кармы будет что-то зависеть. Но карма сейчас не прибавилась. Хотя он не купил алкоху. А там можно было сделать все, чтобы он купил алкоху. Потрясти бутылки там и прочее. Поговорить с ним на ушко. А я молчал. Она сомневается, видите? Она не хочет делать из него лукаша. Но, опять же, я не думаю, что именно то, что он стал алкоголиком, и привело нас в это дерьмо, поэтому... Смотри, бутылки нету. Бутылки нету. Бутылки нету. Это хорошо. Наверняка. А, ну да, он же был лысым уже, когда. А она сейчас говорит, что типа окажется у него рыжие волосы. Я думаю, что он очень ретро. По факту мы попали в прошлое. Что это такое? О, это батарейки. Она говорит, что он все убирает, он все чистит, он лапочкой. Она не хочет трогать там кучу всякой протухшей еды. Но, мол, хорошо, что... Он все чистит. В общем, алкоголь его ко всему этому дерьму свел. И, опять же, да, если подумать, именно из-за алкоголя он и стал таким. Угрожает нашей семье, и все проблемы пошли именно из-за этого. То есть, фактически, не будя его алкоголика, то нам не потребуется шанс для того, чтобы спасать нашу семью. Но, опять же, и нас к жизни не восстановят. То есть, нас как бы и не будет, по сути. Усюка, двояка. Мы как привидение, влияющее на жизнь людей. Ну, ладно, я взял батарейки, следовательно, сейчас я смогу запустить радио. Но для чего? Я надеюсь, радио не заставит его бухать. Странно было бы, но я не знаю. Других вариантов развития событий у меня нет. И, наверное, радио хороший вариант. Окей. Я что, пьяный, говорят? О, черт на фоку. Ту-друнк. Ты милый, милый? Ты милый, милый? Там песни были слова, too drunk. Там, в смысле, карма отнялась? Я не... Ну, как я мог знать-то? Слышь. Это, короче, был плохой выбор. Но как я должен был это понять? Да ё-моё. Что ж эта игра прям старается сделать так, чтобы я всрался? Блядь. Друзья, наверное, бухать зовут. Ну, ёпт твою мать, ну. Йоу. Чё? Сегодня? Не, я, говорит, ничего не менял. Я не знаю, что ты сделал. Может, Филиппа спросите? Уже? Уже? Да, я знаю, как мистер Би-лайк или как-то. Хорошо. В общем, на смену надо выйти. Ладно, я тюню 20 минут. Я иду. Я иду. Ну ёпт твою мать, ну ёпт твою мать, ну мать твою ёпт твою мать. Ну как... И вот, главное, пока я не пропудил его в минус карму, мне не дали следующую кат-сцену. Как долго он на неё смотрит? Раст на вино. Я вижу. Это я работаю просто в... Он, точнее, работает просто в закусочной? А, в смысле, подожди. А, или... Нет, нет, подожди. Как я здесь-то оказал? Это он раньше работал в этом месте поваром? Really? Он наверняка опять ворует. Он похож на какого-то ублюдка. Выглядит как какой-то ублюдок. Я имею в виду, ну, если мы закроем эту дверь, что произойдёт? Правда? Ведь ничего страшного не будет. Опять разыгрыши их нелюбимые, да? А тут бухла целая гора. Эй, слышь, хора. Выпустите меня, мать твоя, отсюда. Это опять со своим телефоном. Ну ты посмотри на неё. А там от него не смешно. А, я могу вызвать дождь, смотри. Насамонит. А я думал, вы его откроете. Так. Как же это жило в этой игре, понимаете? Вот такие какие-то... Я думал, она такая типа, блин, дождь, и ей надо... а с кем ты разговариваешь лифте малон оставить его 1 just right to get you more likes больше лайков в это shame about you cool mobile что насчет твоего телефона долбаный дождь давайте горит а сами вот так в смысле а что и вот что из этого правильное решение это она просто спрашивает про мобильный телефон и жалуются на дождь это она хочет помочь и набрать больше лайков это оставить его одного оставить его одного значит он будет там один бухать то что минат дофига ну я не знаю базан давай дождь и прям плакать ты так сильно всего лишь не так уж тут и хреново сказать ничего более деньги у ван тусом его вот заставить его бухать мне похер а я позабочусь при этой киров и я позабочусь все будет в порядке можно было прямо напрямую сказать ему чтобы ты хочешь еще больше бухла и пей можно было сказать что я позабочусь о тебе значит я все правильно сделал заставил их уйти и поссорил там их между собой и сказал ему что все нормально блин а он плачет потому что он не может справиться со своей зависимостью туда как он закрыт да Да, ему хорошо бы принять ванну после такого тяжелого дня, как это. Подожди, мне кажется, что он сейчас заснет. Я могу влиться в его сон. Давай. Я не знаю, сколько это хорошая идея, блин. Опять же, да, вот как поймешь, может я наоборот там сейчас хреново сделал и заставил его бухать. И хреново знает. Ой, как тяжело-то, ё-моё. Прикольный сон, Ал. Но давай мы сделаем его немножко интереснее. Блин, ну нахрена тебе делать его немножко интереснее? А, то есть я могу сделать ему акулу, могу сделать ему какую-то пальму, а могу это вообще что? Типа лодочка, остров, что? Пустыню? Давай пальму. Типа, что все хорошо, типа необитаемый красивый остров, курорт. Если я правильно понимаю логику этой игры, конечно. Акула явно плохо, в пустыне явно плохо, а это, ну типа, наверное, хорошо. Я не уверен. На, теперь я им управляю. Класс. Ну ля-ля. Необитаемый остров, а только он и она. Что же сейчас будет, чат? В смысле? А что он взял, так и... И вот что, сейчас-то тебе не понравилось? Только не говори, что я накосячил. Я же все нормально сделал. Я старался максимально логично выбирать хорошие действия, но... Ну, вроде карма не отнялась, значит, наверное, все хорошо. Привет, братан. Ты в порядке? Да, замечательно. Да. Ты? А ты как? Нам надо поговорить. Поговорить. Окей. Лады. Следуй мне. Ляду за мной. Чат, кто понимает, что здесь происходит? Ну? Ты работаешь на королеву отверженных сейчас, да? Сбираешь, меняешь судьбу людей. Убиваешь паразитов. У меня не было выбора. Я пытаюсь убить этого козла в его и так жалкой жизни. Я пытаюсь помочь этому парню, вообще-то. Я не думаю, что ты делаешь что-то правильно, учитывая тебя. Ну, блин, поверь. Я, между прочим, стараюсь. Ну? Надеюсь, тебе получится сделать и настраивать его на истинный путь, на хорошую линию. Ну, именно за это и сражаешь, Джимми. Окей. Тогда не буду тебе мешать. Могу ли я спросить настоящую... Что произошло, в общем, в тоннеле? Настоящую эту... Королеву. Во-первых, эм... Ты дал мне долбанную сломанную зажигалку. Во, да. Вот-вот-вот определенно. Спасибо за гребанную сломанную зажигалку. Чё? Она работала, когда я пытался? Ну, не для меня. Ну, не для меня. Мне пришлось сделать всё по стареньке. Всё пошло хреново. Операция тоннель пошла в попи... Ну, вы поняли. Прости, братан. У меня не было вариантов. Я установила бомбу, чтобы взрывать стену. Но ты нашла монстра, ведь так? Да. Но твоя бомба... Видишь, для чего она была. Это, в общем, для того, чтобы я прошла сквозь стену. Прости, Лорелай. Мне надо было лучше стараться. Да. Но теперь я увидела достаточно... Для того, чтобы дестроить... Для того, чтобы уничтожить её. Я рад это слышать. Ну? Какой план Б? Нет, Лорелай. Нету. Его нету. Я слишком долго думал о том, что, мать твою, произойдёт, и бомба — это всё, что я смог придумать. Я действительно надеялся, что до блана Бенни дойдёт. О, твой мать, ну ты чё... Я уверена, что должно быть то, что мы можем сделать. Я, в общем, подумаю, но, в общем, ты должна кое-что мне пообещать. Я не люблю обещать до того, как не узнаю. Хорошо, что? Хорошо. Что это? Если ты найдёшь выход и выживешь во всём этом дерьме, когда ты вернёшься в реальный мир, иди на Хелен-12, на улице Хелен-12, найди там растение, которое находится на третьей чё-то там, найди меня. И разбуди меня. Ты и сейчас запиши. Живые в чате ещё остались, никто там не уснул. Пардур, ты там как? Жив? Ах, у меня уже рука, блин, затекла. У меня уже всё затекло. О, мы опять выбираем. Меня зовут Да, Вина, не алкоголик. Я не хочу задерживать вас. В принципе, у меня была очень сложная неделя. Дети задрали меня. Я имею в виду, иногда... Иногда я чувствую, как будто я хочу всё к херам уничтожить, чтобы они заткнулись. Но я не могу. Это ж мои дети. Твою мать, я их очень люблю. Но... Блин, каждый раз, когда я наступаю на пол, и каждый раз, когда я вижу эти грёбаные тупые головы, эти тупые игрушки, на которые я наступаю, я прям вообще... Понимаете меня? Она хреновая мама, и все это видят. Почему ты не скрошь её в её? Бля, ну вот опять, да? И какой вариант правильный? Да вы издеваетесь. Сказать, что херовая мать, ну как бы... А почему? Попробуй. Мне нужна поддержка. Лучшая поддержка. Знаешь, иногда причина... Кроется в каком-нибудь другом дерьме. Что-то, короче, профиль. Подожди, я потерял немножко нить. Я, говорит, видел что-то в каком-то фильме. И, в общем, он сказал о том, что правда в том, что дети — это тяжёлое... И ответственная штука в твоей жизни. Что я пытаюсь сказать, будь сильной. Будь мамой никогда не было легко. Но в конце ты поймёшь, что ты не ошиблась. А, ты видел этот фильм? Короче, в каком-то фильме это просто сказали, но я там пропустила. А, ты видел этот фильм? Да, я помню. Он постоянно бухал там виски, главный герой. А, виски. А, виски. Виски. Мы были лучшими друзьями когда-то. Ну, в смысле, я и виски. В смысле, он и виски. Ну, вы понятны. Короче, он сказал что-то типа, я видел в одном из фильмов, что каждому человеку нужна поддержка. И, как говорил один герой моего любимого фильма, такого-то, такого-то, тебе нужно... Матерью никогда не было быть легко, тебе нужно, в общем, заботиться о себе, и тебе воздастся в будущем. Когда твои дети вырастут или что-то типа того. Она говорит, о, ты тоже видел этот фильм, ну и так далее. Надеюсь, я понятно перевёл. Чуть-чуть не всегда успеваю переводить прямо в момент того, как читаю, потому что всё-таки тяжеловато оно. Тем не менее. Ну, смотри, он вроде не бухает. Это хорошо. Посмотрим телек. Я не думаю, что там что-то плохое будет. Классические ужастики. Вместе с VJ Dream'ом. Подписываемся, ставим лайк и делимся с друзьями. Все ссылочки, необходимые, находятся в описании под видео. Мур-мур-мур, кис-кис-кис, мяу-мяу-мяу. На самом деле, мне уже немножко надоело. Барить телек. А, и всё? То есть я мог... Ну, я... Ладно, я думаю, никому я особо не интересно, что там происходило на экране. Да и хрен его знает, сколько там этого ужастика. Может, там часов пять. Тоже такое. Почтальон. А, или посылка просто имеется в виду. Или почтальон. В общем, не суть. Почему я не могу... А, вот, странно. Сорвать этикетку. А, я... Вот тоже, да, вот, почта. Я могу сорвать этикетку. Потому что эту почту доставили мне. Ну, да, вот, а может, там бухло. А, может, нет. А, я чё знаю? А, может, я не сорву, и будет всё херово. А, может, я сорву, и будет всё хорошо. А, может... А, как я должен... А, может, я не сорву, и будет всё хорошо. Дорогой Ал. Дорогой Ал. Блядь! Я никогда не могла тебе сказать это лично. У нас никогда не было шанса сказать друг другу. А, нет, подожди, наоборот, хорошо. У нас никогда не было возможности сказать друг другу прощай. Но я услышала от друзей, что ты пошёл на терапию, и у тебя даже есть... Блядь! Но уже слишком поздно. Это не излечить. Я ненавидела тебя настолько долго, что я не могу ничего сделать, и я уже забыла, как любить тебя. В общем, ты молодец, что пошёл на терапию, и всё такое, но уже слишком поздно. Теперь, после всего этого времени, я понимаю, что ты не хотел причинять мне боль. Ты просто делал это. Я никогда не смогу тебя простить за то, что ты сделал. И ещё. Леонид! Надеюсь... Ты сможешь прожить эту жизнь нормально и стать хорошим человеком. Прощай, Алл. Блин, и удачи. Надеюсь, он с этого не сопьётся. Лять! Вот тоже, как я мог знать, что в записке? В общем, она сказала, что, мол, братан, ты, конечно, молодец, что устроился и больше не бухаешь, но ты говно. Ну, её понять может. Каждый день во тьме я запер в своей голове и не могу из неё выбраться. Бегу по крыше своих мыслей. Так, как будто их там целый океан. И я бегу. Я хочу вернуться. Ай, господи, я же весь затёк. Охренеть, целый... Я ненавижу сам себе. Я противен сам себе. Я думаю, о всех ошибках, о которых я делал... Я их сделал слишком много. Не надо. Нет. Айли это вспоминает. Эй, это, наверное, он вспоминает, я надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну... Тут даже песни со смыслом. Но мне кажется, их реально писали под эту игру. Целенаправленно. Нет, ну вроде бы это он всё вспоминал. Блин, ты прикалываешься, что ли? Ёб твою мать. А вообще можно было его спасти? Я старался как мог, твою мать. Я же реально старался. Из-за грёбанной записки, блядь. А я знал. Я... Как я... Ну, было такое чувство, как будто у нас реально был выбор. Я действительно как-то старался подбирать все ответы и прочее. Вроде даже ведь получалось, но согласись, получалось же. Не, ну, конечно, он как бы... Как бы... Как бы теоретически, он теперь не может стать нашим отчимом. Потому что... По сути, он не дожил до этого момента. Это... Плюс? Не знаю. Ну, как бы... Он не спился. В итоге он встал на путь истинный. Вроде бы стал поправляться. Ему пришла записка от его девушки, которую он любил. Она сказала, что... Ты молодец, братан, прости. Но мы всё равно не будем вместе, потому что я тебя хер прощу. И он покончил жизнь самоубийством. А если бы он всё это время бухал, как непробудная свинья, то девушка не послала бы ему эту записку, поскольку он бы не поправился. И он бы не покончил жизнь самоубийством. Он дальше бы бухал, и всё пошло бы, как мы и видели. Он стал бы нашим отчимом. То есть, теоретически, линия развивается по-другому. Так что в этом есть логика, и в этом есть смысл. Я всё равно всё-таки что-то да поменял. Причём не хило так. Но... Насчёт того, что записка... А как я должен был, например, узнать, что эта записка его убьёт? Вот серьёзно, вот как я должен был это узнать? Да каким хреном я, в принципе, мог это знать? Пипец, конечно. Но теперь у нас не будет этого отчима. Это наша мама. Почему ты, говорит, всё ещё... Почему ты оставила меня? Как в смысле? Она выглядит так, как будто она что-то хочет. Ну, скорее всего, ребёнка, который кричит, нет? А вот теперь я не знаю насчёт нас. По идее, наша задача была сделать так, чтобы он спился. Но мы же не сделали. Он в итоге не спился. Он умер от поезда, от горя. Но он не спился. Мы сделали так, что он не стал алкоголиком. Если бы он стал алкоголиком, он бы стал нашим отчим в будущем. Как это было, в принципе. Мы сделали всё, чтобы он не спился. И он не спился. Он по-другому, как говорится, покончил уже самоубийство. Нет, подожди. Верни, обратно. То есть, теоретически, как бы мы, вообще-то, сделали хорошо. Но, произошла неожиданность. Там кто-то у нас с топориком гуляет. Но я, по идее, труп не бояться особо ничего, нет? Пожарный топор? В смысле? Да я не знаю, защитёт она его смерти или нет. Про это вообще никто ничего не говорил. Я понятия не мог, что он может умереть таким способом. Не было оговорено. Это, я не знаю. Дьявол про это не рассказывал. Хреново знает. Её, его, дьявола. Надеюсь, вы не забыли, как в наше время просто порадовать человека, который занимается ютуб-каналом. Всего лишь поставить лайк, написать комментарий и поделиться с друзьями, а также заглядывать в описание под видео. Очень просто, согласитесь. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok